итак у нас бражная колонна 6 киловатт тут вы можете наблюдать процент немногим более 60 процентов спирт сырец выходит при температуре примерно 20 градусов прохладный не мерил ну не 30 скажем процентовка где-то около 60 процентов не столь важна процентовка и так скорость производства порядка 12 литров 50 процентного 60 процентного спирта сердца в час перелопачиваем и примерно 40 литров до 40 литров 40 50 литров браги фильтрованной браги в час при таких раскладах брага примерно 10 процентная то есть где-то мы имеем на каждые 10 литров браги около двух литров 50 процентного самогона вот колонна очень компактная весит примерно 30 килограмм высоту 2 метра разбирается как я уже упоминал такая колонна может перевозиться даже в багажнике автомобиля ака можно убрать в чулан чтобы никто не видел а потом опять вытащить на такой колонне можно переработать порядка 1000 литров за где-то за 25 26 часов за 20 часов может быть даже меньше за 16 18 я бы сказал часов вполне возможно переработать 1000 литров браги опять же можно переработать 1000 литров браги а можно переработать 20 литров браги кому как нравится вот на большом аппарате объемом предположим в 2000 литров или даже в 1000 литров даже в 500 литров ну и даже в 200 литров 20 литров не перегонишь вот это можно ну что еще сейчас пытаются копировать выдавать за свое немножко в другой конфигурации в рамах бог он судья хотя бы спросили разрешение как у держателя патента но тем не менее я стараюсь быть на шаг на два шага впереди других людей ну вот в данный момент вот такая вот колонна то есть брага также подается насосом насос на ваше усмотрение это у меня как бы насос для всего для всех аппаратов для испытаний я самогон вареньем сам не занимаюсь я занимаюсь сборкой проектированием таких вот аппаратов и не только таких но тем не менее аппарат примерно 2 метра в высоту прошу прощения за бардак все это сзади на улице за моей мастерской происходит вот вот аппарат вот колонна вот производство парогенератор пожалуйста нужно наблюдать воду все компактно все тепло утилизируется практически полностью тепло сбрасываемых вод барды которые выходят теплые тоже утилизируются стоят дополнительные теплообменники здесь у нас распределитель воды который распределяет воду по системе и подает в парогенератор по мере расхода пара по мере расхода воды в парогенераторе на пар пожалуйста вся конструкция полностью металлическая из нержавейки никакого контакта самогона с пластиком нет ну кроме конечно вот подачи холодного самогона из бачка непосредственно в колонну плюс подача воды происходит через в моем случае садовые шланги в случае моего покупателя шланги на его выбор в принципе так ну и в парогенераторе тоже в принципе все части металлические единственное вот здесь вот такая вот пластиковая трубка при помощи которой можно видеть уровень уровень воды ну и здесь у меня тоже есть одна пластиковая трубочка по которой можно регулировать уровень уровень браги непосредственно в колонне вот в одной из секций колонн колонна очень сложная хочу сразу сказать это не просто колонна засыпанная насадками и куда тупо заливается бражка в данной колонне брага с паром соединяются только в самую последнюю очередь в принципе брага отделена от пара но и не имеет никакого контакта с тепловыми элементами то есть все работает на пару полностью вот такая вот колонна еще раз посмотрим процент процент как и был выше 60% алкоголя в растворе так он и остается вот то есть система работает стабильно может работать 24 часа в сутки без проблем любые объемы в принципе в маленьком-маленьком помещении можно делать много-много водки при помощи одной из таких колонн ну и конечно необходимо еще и ректификационная колонна или фракционная колонна фракционный аппарат который будет вот это вот дело все уже перелопачивать непосредственно на питьевой спирт разделять отделять все ненужные фракции вот ну тем не менее вот этот вот аппарат для первого шага опять же для переработки постоянной браги и хранения ее вот в таких вот небольших концентрированных объемах где она не скиснет не пропадет и занимает намного меньше места то есть идеальный вариант ну не знаю задавайте вопросы постараюсь ответить спасибо большое до свидания да еще я для многих людей я не живу в России я гражданин иностранного государства живое в Новой Зеландии вот делаю все это в Новой Зеландии у меня есть помощники все это мы собираем все это мы проектируем я являюсь держателем патентов на данную продукцию вот в общем так если будут какие-то вопросы задавайте постараюсь ответить до свидания не пейте много нет до свидания acts до свидания здравствуйте до свидания